Давайте переходим к следующей команды. Итак, команда, которая завершает первый блок. Встреча с сборной Аху. Зажигаем вас сам. Давайте будем все веселиться. Мы обещаем, что будет круто. Все их возноценим. Привет! Добрый вечер, дорогие друзья. Мы студенты из Рископельсной Академии. И приехали к нам в Сречный на буханке. Не, ну а что? Вот мы в городе Москвы едем на 600 марсинейс. Мы в Молдона на метро. Мы в Лексенбург на Сегвы. Вячеслав Владимирович, как обещали. Покатались, вернули. И прокачали вашего коня. Катафонду повесили. Противоугонка есть. И самое главное. А? Но вы, да? Но вы! Вы что, так выкались, да? Женщины, я не танцую. Что у вас на следующем опять здесь? Ребят, я сейчас все объясню. Это наши выпускники. Единственные люди, которые отличают ДСП от ДВП. Ребят, смотрите. Нам что, в полуфинал пройти, нужно, чтобы нормальное показать? У меня есть. Что у тебя опять есть? Ответ тем странам, которые России и Евровиде поставили ноль. Давай, Ерочка, монстрируй. Стоп, стоп, стоп. Нам сейчас на эту жюри и ноль поставят. А если зрителям понравится, тогда третьим я создаю. Ау! Мы с такими шутками по Уканалу не выйдем. Ой, ну у нас есть нормальный номер, а ну-ка отойдите. Итак, представьте, мужика на семейном пикнике укусила змея. Ай-яй, как жопая. А я тебе говорила, не надо мою маму король называть. Казус на фехтование. Дорогие друзья, лето это парад усков. Давайте представим, сын, вернувшийся из отдыха, неправильно понял отца. Ну вот, бать, как ты и просил, принес из-за границы. Это чё? Болгарка. Сынок, ты, конечно, дебил, но мне нравится. Да. А мы продолжаем. Итак, представьте, во время семейного ужина ребенок сматерился. Фух, заговорил. А в первые лета все девушки начинают ходить в рейтинг-зал. И там вы можете увидеть вот такую ситуацию. Ух ты, женщина, с такой фигурой, на таком шпагате. Два часа, молодец. Уже, я на две кантели наступил, они разъехались. Помоги, вставь, пожалуйста, я вот не чувствую. Представьте, куда она хвалится после работы. Девшонки, у меня новенький iPhone. Вау, у меня новенький iPad. Вау, у меня новенький iPad. Вещете? Девшонки, все-таки, разошел фур, из-за видео, прямо к у нас перевернулась. Да, да, да. А такое давно должно было случиться. Главный редактор программы «Давай поженимся» начал проверять сюрпризы ренихов до начала эфира. Ну, и чем будете удивлять? Ну, я вчера ходил в лампочку глотально. Сейчас я достану. Так, ну-ка, пошел вон отсюда. Следующие. Так, после этой тёпы сразу вам говорю, вы должны быть адекватными и не пьющими. Предупреждать надо. Всего доброго, папа, шли. Стоять! Отец, сын, а пришли когда участницы? Не на что? Если что, моя жена будет, а моя девушка? Да, странная семейка, но думаю, зрителю понравится. Так, моя жена смотрит, и моя девушка? Допустим, я этого не слышала. Мой жена смотрит, и моя девушка? Привет! Так, ну-ка, успокоились. Давайте уже показывайте, что у вас. Хорошо. Продавщица Зина, у Лена Камила. Продавщица Зина, татар, свинью бракова. Продавщица Зина, прочь из магазина. Вы уж в своем уме? И не детская, искричная, зимия. У нее отец, подполковник в полиции. Повторяю, предупреждать надо. Всего доброго, а к вам пошли. Так, стоп, минуты до эфира, ничего не забываю. Что у вас еще есть? Все мешки, сын, а? Топите, все почи. Я про песни. Хорошо. Течет X-Ray, стучит X-Ray, хотели джим, а вышла хрень. Вы можете помолчать? У вас отсюда два выхода. Либо вальню, либо в силушку. А мы не быстро уходим и убей друг сальцем. Песня в военкомате. Кто пристоят, мужики? Один там. Ничего ж, ты такой. Тут я вспомнил, мать и слова. Я не такой. Он не такой. Вообще-то я бывший генерал. Почему бывший? Внимание на экран. Кстати, возьмите ручки. Кто только пошли отсюда? Дорогие друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце. Вячеслав Владимирович, велосипед вернули? И долг берем. Давай, давай, полный акурс. Спасибо!